Друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт у микрофона Юрий Рашкин. И я очень рад, потому что на этой программе мы сможем побеседовать, продолжить беседу с писателем, телеведущим, победителем множества разных конкурсов, включая Радио Франция, Интернешнл, Сергей Жернов. Сергей, добро пожаловать на программу. Здравствуйте. Всех приветствую вас, Юрий, и ваших телезрителей. Большое спасибо. Вы знаете, просто я сам жду вашего продолжения разговора с Марком Фейганом. Просто так у вас получилась замечательная беседа в первый раз. И вы просто... Я преподаю ораторское искусство, поэтому когда я слышу такого прекрасного рассказчика, как вы, это просто очень интересно, потому что именно искусство рассказать историю, так ее преподать, чтобы... Это же как бы формула, но такая длинная формула, которая при этом запоминается. Это прекрасно. Большое вам спасибо. Спасибо за комплименты. Да, я подумал, что я увидел Владимира Путина каким-то другим, чем я его до этого представлял. Потому что я как-то думал всегда, вот была цитата, что сейчас время делать бабки, что надо просто зашибать деньги и все. А из вашего описания я увидел какого-то другого человека, который хотел выслужиться, дослужиться и так далее. И сейчас этот человек оказался у власти уже больше 20 лет. Мне было бы интересно узнать, учитывая вот ваше образование и опыт работы во внешней разведке КГБ, как бы вы подошли к встрече с Путиным, если бы вы были, скажем, на месте президента, либо Байден, либо просто давали ему как бы совет, что делать на встрече с Путиным. Можно ли с таким человеком договариваться? Нужно ли с таким человеком говорить? Ваше мнение. Ну, вопрос очень непростой на самом деле. Потому что Путин их много. Путина, которого я встречал, он не имеет никакого отношения к Путину, который есть сейчас. И несмотря на то, что вы его увидели в историческом плане совсем другим человеком, вот тем, которым я его видел, президент Путин, к тому Путину, которого я встречал, работника КГБ, не имеет никакого отношения. И поэтому, конечно, у Байтона очень большая проблема, потому что Путин создал для себя совершенно иной образ. Это началось в 2000 году, когда он собирался становиться президентом, был к кандидатом первый раз. Тогда он еще ничего не умел, когда он плохо говорил, когда он не владел абсолютно собой, выступлениями на публике. И это чувствовалось, что у него очень много комплексов психологических в этом плане. Сейчас все поменялось. 20 лет он уже в власти, он состоявшийся политик, он для себя в голове решил, что он великий человек, и Господь Бог его посадил на это место. Он в этом убежден, что у него есть миссия некая по переделу мира, по развитию России, по ее какой-то новой роли. И поэтому Байдену будет с ним очень плохо, очень сложно разговаривать. Больше того, Путин для себя в последние 10 лет, то есть со времени прихода на новый срок после пересидки Медведева, то есть в 2012 году, стал еще даже другим Путиным по сравнению с тем, кем он был первые два срока. И он, его новая парадигма, его новый имидж, который он себе создал, это такой крутой чувак, которому абсолютно наплевать, что о нем думают, что о нем говорят, что говорят о его режиме. Главное, чтобы внутри России его имидж соответствовал тому, что он хочет. И поэтому все западные люди, которые с ним встречаются, они не умеют с таким человеком разговаривать. И у них не получается разговор с таким человеком. Потому что они исходят из своих собственных ожиданий, из своего собственного воспитания. Это было с Обамой в 2008 году, хотя он не встречался с Путиным, Обама встречался с Медведевым. Но все-таки Путин был премьер-министром, каким-то образом пытались до него довести какие-то посылы из США. Он их не понимал. И в США, я для себя понял, что его тоже не понимали. И то же самое, кстати, произошло во Франции с Макроном. Вот Макрон, когда избрался в 2017 году, он себе сказал, что вот теперь я, то есть никто для меня ничего с Путиным сделать не мог, а я вот, скорее всего, сделаю что-нибудь. То есть я покажу ему, что я готов с ним встречаться, что несмотря на то, что я готов ему говорить какие-то довольно неприятные вещи, то есть, например, о том, что спутник Russia Today устроил в момент выбора Макрона в 2017 году, они обливали грязью и самого Макрона, и его жену, и кого только они не обливали грязью. И Макрон это на пресс-конференции в Версале сказал. Но самое главное, он сделал для себя такой посыл, что Путин находится в изоляции, с Путиным никто не хочет говорить. У Путина имидж такого совершенно отвязанного бандита на международной арене. А я ему покажу, что я готов с ним встречаться. Я готов с ним встречаться, я готов с ним разговаривать, как с нормальным человеком. И устроил, тогда у Макрона был хороший повод, в 2017 году мы праздновали 300-летие установления дипломатических отношений между Францией и Россией. И он сказал, что я вот его тогда приму, приму на самом высшем уровне. И он устроил встречу в Версале, вы представляете, дворец Версальский, то есть вообще во Франции трудно представить более роскошную обстановку для приема государственного деятеля. Путин приехал, Макрон его встретил, у них состоялась, в общем-то, нормальная совершенно беседа, но Путин не показал, что это на него произвело впечатление. И вот я боюсь, что с тех пор все так же будет абсолютно продолжаться, и у Байдена будет продолжаться точно так же. Учитывая еще даже то, что Байдену сложнее в том смысле, что Путин, он, ну, во-первых, уже наговорено неприятных слов с обеих сторон довольно много, то есть Байден согласился с оценкой журналиста, который ему сказал, вы считаете, что Путин убийца? Он сказал, да, я считаю. Хотя это не его было утверждение, но он с ним согласился. В такой ситуации, конечно, когда вы будете встречать человека, а он вас просит, ты меня действительно считаешь убийцей? И Байден что будет говорить? Нет, я тебя не считаю, или извини, я оба там не подумавши сказал, то есть, ну, вообще довольно сложная ситуация в этом. Ну, может быть, Байден просто пригласит его на чай пить, или наоборот не пригласит. В общем, это такие уже как-то, сложный вариант у них. Я думаю, что им будет сложно разговаривать, и в том смысле еще, что Путин считает Байдена таким старичком, который совершенно не въезжает в то, что происходит в России, не въезжает абсолютно где-то уже, там витает в своих облаках и своих американских, и я думаю, что у них будет сложный разговор. Вы считаете, что это, в принципе, ошибка разговаривать с Путиным, или это нужно делать? Это ошибка с точки зрения геополитики, но это нужно делать с точки зрения американской жизни, потому что Байден приличный, воспитанный американский человек, и в Америке не принято сразу хлопать дверью, прежде всего, перед человеком, которого, как бы, не знаешь. То есть, Байден только что избрался. С точки зрения своей, как главы государства, нового главы государства, он никогда с Путиным не встречался. Поэтому, как глава американского государства, он обязан с ним встретиться. Это по американским понятиям совершенно нормально. Ну, это зависит, наверное, от того, как страна считает вот эту страну. Если бы это была Северная Корея, то с Северной Кореей встречаться, как бы, это уже заявление. А с Россией, видимо, еще она не в той категории. Так? Ну, во-первых, она еще не в той категории, но обратите внимание, когда Трамп, Трампу удалось встретиться с диктатором северокорельским, то это, в принципе, произвело огромное положительное впечатление во всем мире. И в том числе и в Америке. Потому что считали, что ничего другого, кроме третьей ядерной войны, из их общения выйти не может. И вдруг они встретились, и, в принципе, они там похлопали друг другу по плечам. Конечно, они ничего не подписали, конечно, ничего там не решили. Но сам факт встречи тогда был воспринят на ура во всем мире. Путин, конечно, не северокорейский диктатор. И то есть нет такого ожидания ядерной войны, что если вдруг Байден с ним не встретился в ближайшие там два-три месяца. Но все-таки мне кажется, что для американцев совершенно нормально организовать встречу с Путином. Хорошо, но мы знаем, что Путин неприличный американский джентльмен и ведет себя по совсем другим правилам. Ну, значит, с ним, видимо, нужно общаться по американским правилам, но если бы вы были Путиным, то вы бы с Путиным не встретились. Как-то так? Я бы сказал так, что я бы не стал встречаться с ним так, как Байден захотел с ним встретиться. То есть инициатива прошла от Байдена. Я бы подождал какого-нибудь саммита. У нас будет саммит двадцатки летом. Вот я бы подождал саммита двадцатки и встретился для начала в кулуаре двадцатки с ним как бы чисто случайно. Ну, оказались мы в одном месте. Мы главы государства, которые оказались в этом месте. Ах, вы тоже здесь? Вы в этот бар часто заходите? совершенно так. Я бы сыграл такую штуку. То есть вот идет Вова навстречу и я вдруг вижу батюшки Владимир Путин и вы здесь. Какое счастье. Ну, давайте там, я не знаю, чайку попьем и там чего там вы хотите водочки, пивка, что угодно. Вот я бы подождал двадцатку. И на двадцатке с ним встретился и посмотрел как прошла бы встреча на этой двадцатке в кулуарах. Как вы рассматриваетесь с точки зрения как профессиональный разведчик версию того, что нужно встретиться с Путиным, чтобы просто его медицински осмотреть, потому что ну и так, все, что из этого вытекает, мы как бы возвращаемся к политологам, которые смотрели на то, кто стоит в каком порядке на мавзолее Ленина и, так сказать, кофейной гуще. Теперь нужно как бы посмотреть. Опять же, вы сказали много Путина. Я подумал, вы говорите о двойниках или вы считаете, что есть двойники или нет? Я не знаю, мне интересно. Я считаю, что двойники у Путина есть, но двойники не ездят на саммиты. То есть, двойники путинские существуют внутри России и если бы я был президентом России, я бы тоже себе завел там двух-трех двойников, потому что сами понимаете, что стоять на демонстрацию на мавзолее там, я не знаю, в плохую погоду лучше пусть двойник стоит за меня. Я буду в Новой Огареве пить в это время виски и посматривать, не сделал ли он каких-нибудь ошибок, когда он меня представляет. Когда нужно встречаться, открывать какие-то там памятники, возлагать куда-то там цветы, то двойники для этого очень хорошо подходят. И на самом деле это нормальная система, потому что главы государства к сожалению существует с моей точки зрения к сожалению очень много каких-то формальных функций, которые отнимают очень много времени и сил. И вот на этот случай двойники кстати работают очень хорошо. Ну и опять же если вы стоите на мавзолее, то нет вероятности, нет есть скажем так есть все-таки риск, что когда-нибудь кто-нибудь вас из винтовки с оптическим прицелом попытается выстрелить. и вот такие публичные выступления, которые не связаны с произнесением никаких речей, которые вот просто фигуративные мероприятия, они вполне протокольные фигуративные мероприятия, для них двойники вполне подходят. Я считаю, что у него двойники есть, потому что те исследования, которые нам известны, а исследования прежде всего морфологии человеческого тела, вот там очень хорошие исследования были ушей, потому что уши у нас точно так же индивидуальные, как и отпечатки пальцев. И по исследованию, по фотографиям ушей было установлено четко совершенно, что есть три разных Путина. И я смотрел эти фотографии, они убедительны. То есть если только эта фотография не монтаж, а скорее всего это не монтаж, то скорее всего все-таки версия о существовании двойников Путина существует. И меня убедил последний аргумент, который меня убедил, я так думаю, что вот жена Путина развелась с ним именно потому, что ей навязывали фигурацию, фигуративную вот эти протокольные мероприятия с двойниками. Я так думаю, что Людмиле вот это было неприятнее всего, потому что она знает, что это не Вова, а ей нужно делать вид, что это ее муж. И вот я думаю, что этого она ему простить не могла. это была бы просто еще одна прекрасная сцена в таком кинофильме, когда стоит жена лидера, а рядом просто какой-то подставной актер. А почему на нее не смогли найти двойника, что нет всех их заменить? Ну, возможно, просто она не была готова к тому, чтобы у нее был двойник, возможно, она не хотела, чтобы за нее кто-то выходил, то есть, возможно, просто ей по-человечески это было неприятно и не соответствовало ее чертам характера, ее личности. Хорошо, а насчет вот этой идеи биомусора, вы видите в этом профессиональный какой-то смысл, такого типа цели, чтобы просто собрать какие-то примеры, что этот человек, возможно, он болен, возможно, он не болен, вот это все, все вот эти вопросы, или вы считаете, что это просто конспирология и прилично американские джентльмены за этим не встречаются? Нет, я бы сказал так, что джентльмены не встречаются, но те люди, которые работают джентльменами, они эту работу делают, то есть, понятно, что это не уровень Байдена собирать его там всякие отпечатки пальцев, снимки, фотографии, то есть, этим Байден не занимается, этим не занимаются первые лица его администрации, этим занимаются технори какие-то в ЦРУ, этим занимаются специалисты в ЦРУ, и они потом просто делают доклады Байдена. Но у Путина против этого дела тоже есть свои, конечно, как вы сами понимаете, примочки, потому что, когда он выходит на саммит, за ним всегда ездит его членовоз, за ним с ним прилетает три самолета, с ним там, где он обедает, там, где он спит, ставятся химические туалеты, то есть, они не дают возможности собрать никакой биоматериал с ним. Вполне возможно, даже ему клеятся отпечатки пальцев другие, чтобы, не дай бог, не узнали, какие у него настоящие отпечатки пальцев. Хотя они наверняка везде уже есть давным-давно. Невозможно за столько времени, чтобы человек не оставил вообще ничего о себе. То есть, и те, кто занимается сбором этих данных, у них есть возможность их собрать, но и у Путина есть возможность защититься от такого сбора данных. Поэтому я не очень думаю, что вообще это приоритетное направление, потому что я так думаю, что этим занимаются по ходу. И я убежден, что на саммиты ездит настоящий Путин. И знаете, когда вы просто встречаетесь с человеком лицом к лицу, то этого достаточно бывает, чтобы увидеть его реакцию, его кожные реакции, его цвет лица и всякие такие вещи. Этого бывает подчас вполне достаточно. и самому Байдену, например, и ближайшим его советникам, которые будут в той комнате, в которой они будут встречаться. То есть переводчику, я не знаю, и ближайшим советникам, которые допущены на эти встречи. на эти встречи. на эти Продолжение следует...